Сейчас я нахожусь на территории дома номер 100 по улице Красноармейской. Построен он еще в 19 веке. Старый особняк хранит множество тайн и загадок. Из-за частой смейной обитателей дома многие верят в дух здания, который выгоняет чужаков прочь. Другая легенда гласит о привидении пропавшего без вести купца Ларинцева, которого документально не существует вовсе. Так что же все-таки творится в старой постройке? Давайте разберемся. Впервые дом номер 100 по улице Красноармейской упоминается в архивных документах в 1899 году. Тогда особня купила крестьянка Прасковья Юдина. По старой планировке дом состоял из двух комнат, погреба и нескольких пристроек. Но спустя пять лет новая хозяйка достроила дом, добавила еще четыре комнаты и прачечную. Юдина жила в особняке до 1916 года, а после сдала в аренду купцу Лоренцеву. Скорее всего, такая аренда влетела в копеечку, ведь дом считался одним из самых дорогих в Челябинске. Стоимость усадьбы оценивали в тысячу рублей. В 1930 году дом перешел государству и получил статус объекта культурного наследия. Старый особняк со времен постройки таит в себе много загадок. Здание арендовали разные организации, но ни одна не смогла задержаться надолго. Сейчас здесь располагается Центр развития туризма. Ну, если сидеть одному, тихо, то поскрипывает все-таки. Старое здание дышит, своей жизнью живет. Местные жители считают, что в доме поселилось привидение пропавшего без вести купца Ларенцева. Но архивные данные говорят, что такого человека даже не существовало. Челябинец по фамилии Лоренцев действительно жил в городе. На пропавшем без вести он не считался. Но на привидение регулярно жалуются сотрудники Центра развития туризма. Они рассказывают, что привидение часто появляется в темное время суток. Скрип половиц и сквозняк, который не может образовываться в закрытом помещении. У меня в этом доме работает подруга, и она говорит, что здесь происходят всякие необъяснимые явления. И иногда она говорит, что ей страшно идти на работу. Я как бы там какие-то звуки посторонние постоянно преследуют. И ей даже начали сниться сны необъяснимые какие-то, очень страшные. Можно сказать, что кошмары. Чтобы разобраться в происходящем, мы пригласили на место экстрасенса. Василия Ганеева уверяет, что никакого призрака Лоренцева здесь нет. Но в доме ощущается присутствие женщины. Предположительно, это и есть Прасковья Юдина, первая хозяйка дома. Экстрасенс уверяет, что чувствует в особняке отрицательную энергию. И считает, что хозяйка дома была склонна к садизму и издевалась над своими подданными. А на территории дома есть несколько захоронений, ее слуг. У нас женщина очень таким стальным негативным характером. Она здесь присутствует, я ее здесь чувствую. Причем я хожу, я ее ощущаю. Ей здесь не нравится, что я здесь нахожусь. Но что поделать, я скоро уйду. Экстрасенс считает, что в доме номер 100 по улице Красноармейская не стоит жителей работать. Дух умершей хозяйки дома Прасковья Юдиной будет мешать его обитателям.